Музыка Огромную роль в развитии личности, формировании мировоззрения, самосовершенствовании человека играет исследовательская деятельность. Очень важно, чтобы на пути к открытиям рядом шел опытный наставник, который поможет определить некоторые исследования, научить, подсказать. В моей жизни таким человеком стала Наталья Ивановна Коренева. Под ее грамотным руководством были написаны две работы, которые не только помогли бы создать страницы жизней моих родных и обратиться к истории моей малой родины, но и стали бесценным источником полученных знаний. Это и работа в различном уровне архивах, и анализ документов, и, конечно, общение с респондентами. Но самым ценным опытом не только работы, но и общения с Натальей Ивановной, считая то, что все полученные знания умело используют в своей профессиональной деятельности, являясь преподавателем техникум. Под моим руководством также сощаются студенты, выставляя свои работы на достойном уровне, занимая призывные места. За полученный опыт и знания спасибо Наталье Ивановне. Добрый день, меня зовут Кузнецова Арина, и я на протяжении пяти лет занималась исследовательской деятельностью Укореневой Натальи Ивановны. Принимала участие в районных, областных, межрегиональных и всероссийских конференциях. Неоднократно становилась лауреатом первой степени. Заняла первое место на всероссийской конференции «Юность наука и культура». Была награждена премией «100 юных талантов Вологодчины». Первые мои исследования были связаны с историей лесного поселка Октябрьский, Тотимского района, и Верхмельницкого прихода, Тотимского удества. Наталья Ивановна научила меня грамотно читать источники, анализировать их и общаться с людьми, которые являются живым носителем истории. Собранными материалами историки и краеведы пользуются и по сей день. Со временем темы исследования становились все сложнее и серьезнее, но не менее интереснее. Так изучение семьи тотимских интеллигентов-зилакторских подтолкнуло нас к изучению тем, связанных со страшной трагедией XX века, таких как репрессия. Благодаря этому исследованию удалось вывести из обвинений имена художника Лашина, зоолога Боровского и судьбы многих других репрессированных преподавателей Тотимского лесного техника. Исследовательская деятельность привила мне огромную любовь к малой родине. Все то, чему меня научила Наталья Ивановна, я активно применяла в своей студенческой жизни и применяю в жизни сейчас. Несмотря на то, что я уже несколько лет живу в городе Санкт-Петербург, и моя работа не связана с краеведением, я с любовью и трепетом вспоминаю свой родной город Тотима. Ведь любовь к отчизне начинается с любви к своей малой родине, месту, где человек родился. Со временем эта любовь переходит в любовь к своему государству, его истории, а затем и ко всему человечеству. Сей душой собираю материал порой по крупице, тяну за каждую ниточку, ищу условно клад. И в этом мне повезло. Повезло с моим научным руководителем. Корень Наталья Ивановна, заместитель директора Тотимского музейного объединения. Наталья Ивановна – это человек с огромной выдержкой, любовью к пришедшим временам и истории. Для этого нужно иметь широкую душу, открытое сердце и светлое. Желаю Наталье Ивановне, безусловно, побегу в конкурсе. Спасибо вам, мои умные и благодарные воспитанники, за такие теплые слова. Индивидуальной исследовательской деятельностью я занимаюсь более 15 лет. Более 20 лет я являюсь постоянным членом жюри районной конференции, а теперь новый формат Олимпиады «Мир через культуру». В течение года я провожу около 100 различных научных консультаций для наших педагогов, педагогов Тотимского района, о том, чтобы их научить заниматься исследовательской деятельностью. На различных образовательных и культурных площадках мы проводим семинары, для того, чтобы рассказать о том, как правильно заниматься исследовательской деятельностью, с чего начать, как правильно выбрать тему для своего исследования и как правильно оформить работу. И результат этой многолетней работы, конечно же, есть, потому что достаточно высокий процент учащихся школ Тотимы и Тотимского района принимает участие и в областной Олимпиаде «Мир через культуру». И причем многие становятся не просто лауреатами и участниками этой Олимпиады, но и победителями. И когда ко мне подходят люди, желающие заняться исследованием, и задают вопросы «А с чего начать?», я всегда им говорю, что есть золотое правило – начните с себя. Начните не только с себя, начните и со своей семьи. Потому что в каждой семье есть архив, есть фотографии, есть документы, есть какие-то вещественные предметы и памятники, которые связаны с историей этой семьи. Достаньте, пролистайте свой семейный альбом. И вместе со своим наставником научитесь расшифровывать фотографии. Правильно прочитайте документ. Обратите внимание на вещи. Побеседуйте со своими родными и близкими, которые могут рассказать свои воспоминания о том или ином члене семьи или какой-то интересной истории. И все это затем может быть удачно трансформировано в рассказ, интересный рассказ о своей семье или каком-то члене этой семьи, или интересном предмете, интересной фотографии. И вот, пожалуйста, ваше первое исследование. И если эта работа вас захватит, то вы дерзайте, продолжайте дальше. И вот благодаря исследованиям, которые мы начинали именно с личных историй, они у нас переходили уже в дальнейшем, перекладывались на более сложные темы. Даже, я бы сказала, во многом трагичные. Такие, как тема репрессий, Великая Отечественная война, раскулачивание и история спецпоселений. И это уже другой, более высокий исследовательский уровень. И я благодарна тем ребятам, своим воспитанникам, которые действительно помогали открывать новые интересные истории, открывать новые факты из истории своей малой родины. Почему благодарна? Потому что все их работы не прошли незаметно для истории края, и в том числе для нашего музея. Многие из них воплощены на наших экспозиционных площадках, которые вы можете видеть очень ярко, например, в Советском зале Краеведческого музея. Здесь есть и стена памяти со списками тех мячей, кто был репрессирован. Здесь представлена и трагичная судьба семьи Дилакторских, которые тоже были репрессированы, и Людмила Васильевна погибла в лагерях. Здесь представлена и история многих спецпоселений, и личная история отдельных спецпереселенцев 30-50-е годы, которые жили на территории Тотемского района. Об этом можно рассказывать и говорить очень много и долго. Но прежде всего, занимаясь этой деятельностью, для меня была главная цель. Я хочу, чтобы наши дети любили свою малую родину, свой город Тотема и Тотемский район.